друзья всем привет сегодня хотел рассказать в этом видео чем же все-таки закончилась история с катушкой азурой савадой 4000 которую я недавно купил славу история закончилась есть у меня уже другая катушка на которую можно рыбачить но еще не рыбачил в скором времени планирую половить на эту катушечку в общем вот чем закончилась история это покупкой новой катушки это дайва фуэга 4000 спасибо мегаплёв за данный девайсик надеюсь эта катушечка прослужит больше чем одну рыбалочку и будет радовать не один год меня рыбалками ну кто не видел предыдущее видео там где рассказывал чем мне не понравилось именно вот это азура савада 4000 к можно перейти по ссылочке в описании там подробно рассказывал посмотрите в этом видео не буду рассказывать этих моментов а просто расскажу как дальше развивались события после выхода того первого видео так что смотрим что друзья начнем по порядку в общем сразу после выхода этого видео буквально на следующий день мне позвонились представители сервисного центра который находится в киеве флагмана и предложили отправить эту катушку на к ним на сервис чтобы они посмотрели и как бы сказали в чем проблемка что я принципе сделал отнес я на следующий день эту катушку в магазин где ее покупал в общем составили мы сервисный акт приема катушки отдал я им ну и ждал в общем прошло две недели ровно две недели после того как я отнес катушку в магазин снова же мне звонят с сервисного центра флагман и говорят как бы по пунктикам конкретно вот говорят что посмотрели мое видео как бы ознакомились с теми проблемами что мне не понравилось катушки и по каждому как бы пункту прошлись и и объяснили что так в общем первый момент который мне не понравился это люфт в роторе был очень большой на что мне представитель сервиса ответил что как бы это люфт за счет такой вот конструктивной особенности данных катушек и как бы он я так понял во всех катушках азура савада присутствует этот люфт и как он находится в допуске то есть убрать его никак невозможно и по второму пункту это то что подшипник рассыпался на первой рыбалке в общем как он не сказал туда попала просто грязь вода и из-за этого быстро умер то есть как бы первая рыбалка и сразу же попала грязь вода не знают также должна быть какая-то смазка с завода чтобы не попадала туда грязь вода то есть получается после каждой рыбалки мне нужно менять этот подшипник если так по их не логике смотреть ну в общем поговорили мы с ним и как бы предложил он два варианта меня то ли они меняют подшипник в ролике и присылают мне катушку обратно то ли второй вариант просто как бы вернуть деньги за данную катушку и все в принципе я как бы этот вариант и выбрал забрал просто деньги и купил новую катушку вот это дайва фуэга надеюсь эта катушечка будет радовать меня не один год и не рассыпется на первой же рыбалке как бы по качеству все таки это будет намного лучше немного дороже она ну и в разы лучше чем тоже савада так что друзья вот такая история получилась с той катушкой ну на этом все буду заканчивать всем пока до новых рыбалок увидимся